Итак, друзья, всем привет! Как говорится, после покупки экшн камеры всегда встает вопрос о ее защите. Многие снимают камеры, прячут ее в водонепроницаемый кейс, но мне, например, лично для меня важен момент записи звука. В водонепроницаемом кейсе звук, скажем так, не пишется. Он там какой-то пишется, бубнение, но это не звук. Поэтому я об этом вопросе тоже позаботился и заказал из Китая силиконовый-резиновый такой чехол-бампер для этой экшн-камеры. Итак, заказывал я ее где-то перед Новым годом. Пришла она 16 января. Ну, в принципе, доставка где-то за две с половиной, ну, три недели будем считать. В принципе, нормально. Итак, упаковано все в обычный полиэтиленовый пакетик. В этом пакетике еще один пакетик уже магазинный. Тут даже вот есть какой-то сайт, видимо, их него магазина. Так, заказывал я белого цвета, так как камера у меня тоже белая, решил так вот, как говорится, не экспериментировать с цветами. Хотя можно было взять, например, другого цвета какой-то чехол, например, для съемок зимой. Сразу же, если чехол там красненький какой-нибудь, камера где-то упала, снег случайно, значит, ну, в чехольчике ее сразу видно, сразу заметно. Вот. Ну, а летом можно без чехольчика, да. В лесу идешь, в траве уронил, потом бац, камеры нет. Смотришь, идешь, белая ее сразу видно. Вот. Ну да ладно. Смотрим, как чехол у нас одевается на камеру. Так. Одевается довольно-таки туго. И сидит довольно-таки плотно. Не довольно-таки, а плотно. То есть, ничего там не болтается, камера внутри этого чехольчика не люфтит. Также в комплекте идет крышечка такая же силиконовая, резиновая. Вот. В таком виде у нас камера будет везде ходить снимать. Так что вот так, ребята, коротенький такой обзорчик. Особо обозревать-то нечего, просто распаковка. Вот. Поэтому считаю, что эта вещь просто необходима. Вот. Также она и, да, если вдруг камера где-то упадет, мы ее уроним, то с ней ничего, в принципе, не будет. Вот. Все, ребят, всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся и ждем следующее видео.